Это вот представьте, это как в твоей квартире, допустим, сегодня кто-то оказался, и ты видишь, что он абсолютно для тебя безопасен, притом у тебя еще есть ствол, то есть даже если он вдруг там что-то захочет на тебя напасть, ты можешь его просто убить. Готов ли ты посоперничать с Апты Ароновичем за престол? Ну, в сегодняшней действующей конфигурации не готов, да и шансов, я думаю, никаких нет, не было бы даже, если бы захотелось. В нормальной ситуации, ну и с Апты Ароновичем, и с кем угодно бы, может быть, потягался бы. Но я не уверен, что в нормальной ситуации Апты Аронович мог бы вообще, в принципе, претендовать на какую-то власть. Ну, после всего того, что этот человек наделал, вся весь его посложной список, я имею в виду, если мы представим, что в Чечении отделяется конкурентная борьба, то представить себе, что преступники, которые в рядах оккупационных сил уничтожали народ, что они будут участвовать там в выборах, но это не представляется себе возможным. Они все должны быть разыскиваемы. Кто-то, кого поймали, должен уже быть наказом в соответствии с нашим законодательством. Кого не поймали, тех должны искать, находить, наказывать. Но никак они не должны участвовать в предвыборной гонке. А сам как думаешь, Апты по разам вывезешь? Говорит, слушай, что подразумевается под разами? Что ты имеешь в виду? Тумсо, недавним голосовому Хасана ты заявил, выбирая между двух зол, Апти тебе кажется менее на фоне других. Мог бы более развернуто сказать, почему ты так считаешь? Ну смотрите, если его сравнивать с очевидными такими претендентами, типа Даудова, Делимханова, ну и самого даже Кадырова, тоже возьмем его в расчет, допустим, в лице его, например, преемников, то на их фоне Апти Алаудинов реально выглядит меньшим злом, потому что все-таки на нем не так много крови, не так много преступлений, как на них. У него сама вражда с народом, с идеологией, она у него больше такая служебная, нежели душевная, сердечная. То есть у Кадырова, у Иудова, у Делимханова, это такое, то, что идет от сердца, они реально идеологически враждовали и враждуют и ненавидят любое инакомыслие так называемых ваххабитов, кого они так называют, идеологию, которая противоречит их пониманию, суфийскому пониманию религии. любые проявления, которые там как-то напоминали бы им, например, о 90-х и о джамаратах и так далее. То у этого это было скорее такое служебное, то есть когда ты куда-то приходишь на работу, и, например, на работе есть дресс-код, ты, например, сам не любишь носить, допустим, классические образы, там рубашки, галстуки, костюмы, пиджаки, тебе это не нравится, в обычной жизни ты там предпочитаешь ходить в спортивной форме или в оверсайзе, но прийти на работу куда-то, там, где от тебя дресс-код требует, чтобы ты одевался в соответствии с мужским классическим стилем, ты начинаешь одеваться таким образом, хотя твоя душа этого не хочет, то есть ты не любишь это, тебе не нравится, как ты в этом выглядишь, но так, как тебе надо, ты таким образом одеваешься. Вот Апти это примерно что-то такое, он как бы ненависть, всё то, что связано с идеологией, у этого человека это такая служебная вещь, он пришёл на работу, ему нужно на работе, ненавидеть он ненавидит, ему нужно любить он любит, и достаточно с ним немножко пообщаться или даже посмотреть на его деятельность, на его выступление, как он легко вписывается в любые темы, как он на ходу начинает сочинять какие-то сказочные просто истории, например, вот эта тема с войском Иисуса, вот вы думаете, это что? Это его какая-то реальная позиция? Это его реальные убеждения? Нет, это его служебная необходимость. Он раз пришёл туда, значит, влился в это Министерство обороны, стал нам командовать каким-то интернациональным спецподразделением внутри российской армии, и всё, ему теперь нужно было некую идеологию, какую-то стратегию выработать для начальства, для подчинённых, для, в принципе, россиян, и он её на ходу сочинил и начал её излагать. В общем, вот таким образом я этого человека вижу, и поэтому он мне на фоне остальных видится меньшим злом. При этом дальше он может вообще превратиться в гораздо больше злом, от этого никто не застрахован. Но на сегодняшний день, как я этого человека вижу, и напомню, что у меня всё-таки есть опыт личного общения с этим человеком, когда меня похитили, он тоже там присутствовал. И во многом он стал причиной того, что я оттуда вышел. Не знаю, хотел он этого или не хотел, но именно он сделал предложение Исламу Кадырову, сказав, что вот давай дадим этому ваххабиту шанс, так как он говорит нам правду, он здесь ведёт себя хорошо, достойно, типа давай мы тоже с ним поведём себя достойно, и мы дадим ему шанс, в следующий раз пусть он приведёт с собой своих каких-то там пасту свою, и мы, значит, с ними вступим в спор, дискуссию, и если они победят, мы последуем за ними, а если победим мы, то они последуют за нами. И Ислам пошёл на поводу этой темы и сказал, да, это отличная идея, вот мы, значит, с ними встретимся, и после этого я их поведу к Рамзану Кадырову, и вот что он скажет с ними сделать, я то и сделаю. Если он скажет их убить, я убью, там скажет, отпущу, скажет, посадить, посажу. То есть я даже там в этом общении я видел, он, кстати, там тоже придумывал вот эти фантастические истории, что он там где-то в ресторане сидел, увидел кого-то чернокожего африканца, который сказал, что он тоже сторонник там этого, является муридом Кунта-Хаджи, это чисто чеченская, ну, ингушская там и дагестанская максимум история, и больше нет никаких муридов Кунта-Хаджи, нигде в мире вообще ничего об этом неизвестно. И он говорит, вот африканец сказал, что он мурид Кунта-Хаджи, и сказал, что Кунта-Хаджи это их типа человек, я с ним поспорил, это не отсказал он наш, я сказал, какая у него, какого цвета была его кожа. В общем, он на ходу, точнее, эта история, она многими людьми рассказывалась всегда, и всегда в этой истории главным действующим лицом обычно был тот, кто ее рассказывал, то есть каждый от своего имени рассказывал эту историю, нет сомнений в том, что она полностью выдумана. И вот на этой встрече, где я был похищен, Аптир рассказал эту историю от своего имени, как будто бы он был действующим лицом в этой истории, что у него состоялся этот диалог с каким-то чернокожим африканцем. Поэтому даже там он просто играл, выполнял вот эту роль. И я убежден в том, что он иммуритом Кунта-Хаджи является чисто по служебной необходимости. Если надо будет завтра стать ваххабитом, там по служебной необходимости, он станет ваххабитом. Это похоже на то, как многие сотрудники российских спецслужб, работающие под прикрытием, а некоторые даже не под прикрытием, которые были официально там работали, но потом типа ушли на пенсию и вдруг пришли к истине. Такие тоже есть наподобие, как и его, например. То есть это такие люди, которые приходят, допустим, в иман по служебной необходимости. Им пишется задание, ты должен, значит, стать праведным мусульманином на таких-то убеждениях, там прям все это им прописывается, и они техническое задание получают, и по этому заданию они, значит, перевоплощаются. Кто-то становится таким праведным мусульманином, кто-то становится прям жестким игилоидом, который топит там, и ты смотришь, он вроде бы живет в республике, не скрывает своих убеждений, газует там за ИГИЛ, когда тот находится в рассвете своих сил, и с ним ничего не происходит. И более того, после этого проходят годы, те люди, те люди, которые были против этого ИГИЛа, но просто не разделяли убеждений, суфийских убеждений Кадырова и компании, эти люди уже давно были похищены, их убили, кого-то посадили, кто-то вынужден был уехать, а эти, кто открыто газовали, они дальше продолжают жить, кто-то из них тоже работает на каких-то чиновничьих должностях, там помощниками каких-нибудь глав, и так далее. То есть, это такие люди, которые по своей служебной необходимости выполняют ту или иную роль. Вот Аллаудинов — это такой человек. Субтитры создавал DimaTorzok